Всем привет, вы на канале Фордмак, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим видео с канала Вандерноуп, отбитый фандом Андертейла. Эх, помню те времена, когда Андертейл только-только начал обретать свою популярность, и честно, это были хорошие времена. Да, это 15-16 год, и столько потрясающих артов, различных работ, а потом началось неоновые дикие усанцы и папайруса, различные андерсвапы, хренапы, различные вселенные, которые порой вроде могут и удивить тем, насколько они проработанные, а порой могут сбить толку нас с того, насколько же они всратые и убогие. Но, давайте же узнаем поподробнее, может быть, что-то новое мне поведает Вандерноуп, мне реально даже интересно. Так что, без лишних слов, поехали! Давайте сразу на чистоту. Когда-то давным-давно я и сам был частью фандома этой прекрасной игры. Насколько активным я уже не вспомню, но зато скажу, что Дертейл въелся мне в голову на порядочное количество времени и не отпускал на протяжении нескольких месяцев. За это время я успел не один раз перекопать всевозможный контент, существовавший на тот момент, и готов сказать вам, что в отличие от фандома вселенной Стивена, о котором мы говорили в прошлый раз, фандом Undertale не только практически, сколько... ...надоедливый. Дамы и господа, готовьтесь. Отчасти да. Мы побежимся в очередной безумный фандом. Оу, ес! С конца 2015 года фанаты этой игры были примерно везде и были способны заебать кого угодно. Каким образом? Ну, во-первых, скажу, что отсылки к Дертейлу видели даже там, где их и в помине не было. Иногда это доходило до абсурда, что некоторые личности считали музыкальные переделки в стиле Undertale оригиналом, а оригиналами — клавиатом. К примеру, та же вокал... Ну, кстати, да, я помню, как многие считали, что это реально именно оригинальный трек, а не переделка Стивена. Я был в шоке. Типа, ребят, какого хрена? Погуглите, это же, блин, буквально две секунды. ...володьская песня «Эхо». Об этом я, кстати, немного говорил в своем ролике про музыку Дертейл. А во-вторых, фанаты данной игры были пацифистами высшего ранга, которые очень строго придерживались заповедей «Не убей» виртуального персонажа, или мы придем и сажим в твой компьютер. То есть ты заставлял проходить человека игру таким образом, которым хочешь ты, а не которым хочет он. Ну да, а чё? Ты чё, дебил? Я думаю, много кто из вас знает зарубежного летсплощика под ником Markiplier, который друбил прохождение Андертейла благодаря жалобам фанатов. Основная претензия была в том, что Марк проходит игру неправильно, и в том, что он дал персонажам неправильные голоса. Как именно неправильно он проходил и обеспечивает... Вот это я вообще считаю полнейший идеотизм. Ребят, человек проходит игру сам, для себя. Да, вы это смотрите, он выкладывает это на ваше обозрение. Но какого хрена вы имеете право лезть в чужой стиль игры? В этом и смысл Андертейла. Ты сам выбираешь свой путь. У него нету какого-то прям... Не, ну ладно, пацифизм, именно пацифистская концовка, она канонная. Но в этом-то и прелесть, что ты можешь проходить ее на геноцид, на нейтрал, на пацифизма. Здесь и нет прям четко, точно выявленного какого-то конца. Поэтому многие люди и полюбили Андертейл за его вариативность. Но, блин, когда люди вот так реально говорят, что ты... Вот особенно меня еще бесит, когда человек просто проходит чисто пачевую игру, и ему пишут... Ты пропустил секрет! Ты это не нашел! Ты что, совсем-то неправильно переигрываешь игру заново! Ребят, успокойтесь. Вам не нравится? Запишите сами, или поиграйте в игру. Я вот вспоминаю некоторые прохождения, там баня у некоторых идиотов, когда мне говорили, что типа... Ты пропустил это! Ну как так? Все! Перезагружай уровень, перезаписывай! Такой клинж. ...понятия, потому что посмотрев те самые видосы, я не заметил, чтобы он хоть кого-то убил. Кроме марионетки, но она не в счет. Но в любом случае, благодаря фанатам, которые просполерили ему игру и задолбывали херпами за что, он дропнул Андер... ...просполерили еще игру. То есть, они еще говорили, что он неправильно проходил, и еще засполерили ему игру. Браво! Зовите Шизо. За ней едет дурка. ...до определенного времени. И я не очень понимаю эту ситуацию, потому что летсплойщик все равно шел по пути пацифиста. Есть множество примеров, как ютуберы шли по нейтралу, и уже там жалобы фанатов по типу, чувак, давай пацифиста, были более уместны. Это все еще была тупизда, но это лучше, чем буквально жаловаться ни на что. В общем, представители фандома задолбывали других людей своим видением прохождения игры. И хоть я не могу сказать об этом с полной уверенностью, но я тоже был в числе подобных людей. А еще меня в чем-то обвиняет. Насколько я был активен и испортил ли кому-нибудь экспириенс от игры, я уже не помню. Но почему-то мне кажется, что палку я ни разу не перегибал. По крайней мере, я на это очень надеюсь, и учусь на своих ошибках. А вот и нихрена. И вы, ребята, так не делайте. Ведь такие игры, как Undertale, лучше всего проходить, ничего о них не знаю. Идем дальше. Вот ими. Хоть я и сказал, что фанаты сего произведения были далеко не такими токсичными, но и без этого, к сожалению, не обошлось. Видос, который отлично описывает фандом Undertale, сделал сеньор Пэлла. Если вы каким-то образом не знаете, кто... Ребят, если вы это не видели, мать его, выключайте мою реакцию к чертовой бабушке и бегите смотреть. Это золото. Настолько-то упоротая, настолько смешная хрень. Вы штаны свои обделаете просто огромными килотонами говна от смеха. Это... Это, честно, одна из лучших анимаций по Undertale. Настолько она бредовая и, блин... Фирменный голос сеньора Пэлла, он прекрасен его, это фирменный... Или как он стучит по столу... Это... Это великолепно. То это, то это тот самый чувак, который рисовал пародии на каждую из концовок данной игры. А еще он много орет. И после двух успешных роликов остался только эндинг геноцида. И Пэлла сказал, что он будет. Потом. Что он сделает его к августу 2016 года. Но люди... Не поняли этого. Они просили, кричали, требовали ролик прямо сейчас. Уютубера просто нереально бомбануло на это. И он решил сделать пародию на пародию, чтобы душу свою излить. Думаю, после этого ролика много кто заткнулся. Вышла фейковая концовка геноцида на 1 апреля. И шутку много кто оценил. Но потом настал август. И Пэлла снял еще один ролик. Я просто не представляю, каких комментариев он нахватался за это время Удивительно, что он решил ничего не дропать Чувак явно психически стойкий А мы тем самым... Конечно, поражает, как он при всем Всей этой крикливости вот так вот выдержит Но я могу понять, это трэш Типа, чел делает для вас качественный контент Он старается Да, это не супер какие-то детальные анимации Но в этом и смысл выразить это в своем уникальном стиле И что вы подгоняете человека Самое хреновое, что можно сделать Это подгонять человека, когда у него есть свой план Который он придерживается И он хочет сделать это так Как он именно это видит За что вы его полюбили А если он будет торопиться И он не сможет это выразить в нормальной форме В которой он обычно делал анимации с своим стилем Вы получите шиш с маслом, ребят Честно, люди порой бы это вообще не понимают Отправляемся еще глубже в чертоге фандома В общем, они лепят свой фанон из того, что под руку попадется И абсурдная креативность фанатов Андертейла просто поражает мой разум Ну а что? Давайте посмотрим на список аушек Вселенная с помененными ролями С чернухой С океаном С космосом Вселенная про шахматы Еще одна про смену ролей Про полный ужасный пиздец С нереальным боди-хоррором Это что вообще такое? Про богову Про войну Опять про смену ролей Про постапокалипсис Про слияние Что? Вселенная стильно одобряет Нет, серьезно Тут смешали Санса и Флауи И получилось Это? А! Запутаться во всех этих творениях Очень легко Понимаете? Есть как минимум две вселенные Которые по сути Одна и та же Но с разным дизайном персонажей Прикол в том, что у нас есть Андерсвэп про смену ролей И Андерфел про чернуху И при их сложении выходят еще две вселенные И все зависит от того Что с чем вы сложили Свап с Фелом Или Фел с Свапом Вы что-нибудь поняли? Я нет И при этом дизайны персонажей И арты по этим оушкам Реально круто Вот, ребят, честно Вот многие думают, что Вот мне многие пишут, что типа Чел, ты слишком, как бы, эмоциональный Я не могу сдерживать эмоции Когда я вижу это Что это нахрен такое? Вселенная Отпочковавшись от вселенной Но при правильном смешении Одного компонента к другому Когда Черт подери В этом случае От суммы слагаемых Ну, от слагаемых суммы Не меняется От перестановки их Нет, в этом случае От перестановки слагаемых Получается пиздец Кто это придумал? Ты, посмотрите Но ёперный театр Плюс Некоторые за ушек Имеют при себе Реально интересную историю Но, несмотря на это Кажется, будто созданное Ради шиперства Определенных персонажей Измененных определенным образом Спасибо, блять Но самое безумное Это вселенные С одним лишь персонажем Угадаете, каким? С Сансом Конечно же Фанатизм от этого персонажа Переплюнул все вышесказанное Он буквально Стал мемом Его даже в Смэш запихнули И как все орали от его появления Даже я Ну как бы по факту Учитывая, что Тоби Фокс теперь сотрудничает с Нинтендо Ведь он даже записал целый сундрек Для одной из игр Нинтендо А вселенных Столько его участием Ничуть не имеет Стоять Охереть Раз, два, три Частоять Девяносто восемь Различных вариаций Это Черт Ну ладно Может быть здесь не Сайт Несси Я просто нигде не влядываюсь Но блин Остановитесь Чем всех остальных И большинство из них Санса представляет А еще на Соника шаловался Хотя в самой игре он шутливый Ленивый Жопонадиратель Так, что тут у нас? Ага Угу Угу Ага Ммм Окей Нахуй это говно Иногда, признаюсь И правда выходят Интересные идеи По типу двух вселенных Созданных совершенно разными людьми И в одной из которых Санс символизирует собой Творческое вдохновение А в другой наоборот Желание дропнуть все Да, я про Инка и Эррора Один из которых пытается Поддерживать жизнь В альтернативных вселенных А другой пытается их Уничтожить Не без причин Окей И все это конечно Круто и замечательно И креативно Но сука Почему Санс? Почему? Ладно Ладно Миметичность Здесь у нас еще шипперы Да? С ними все понятно Но вот вновь говоря Правили 34 Это все еще Очень спорная тема Очень Ну Ну не в Андертеле Ребят Ну не со скелетами Ради всего святого Окей Даже несмотря на все Что я сказал выше Мы все с вами понимаем Что все эти люди Вполне адекватные личности Каждый со своими тараканами Но они есть и все Моя кто? Но так-то это все равно Обычные нормальные ребята К чему я это? К тому что Следующая история Тебе лучше присесть А если ты уже сидишь То встань А потом сядь Прояви уважение Следующая история Тянет На покушение на убийство На одной обычной сходке Один художник Из Тайваня Получил подарок В виде печеньки От одного из фанатов Конечно же Придя домой Автор захотел отведать Сладкое угощение Которое на самом деле Оказалось Крайне острым Нет Туда не был подмешан Соус Табаско Дело в том Что художник легко отделался Ведь он не проглотил иголку Предположительно Мотивом психа Который сделал это Является арт По андертейлу С шиперской тематикой Арт Понимаете? Из арта Попытаться убить человека Это Это пиздец Неважно Любите вы Повторяется история Которая была Со вселенной Стивена Из-за рисунка Не из-за того Что человек Вышел на улицу И всем Орёт о том Что он ненавидит Что-то И он хочет там Пожевать смерти Создателям Нет Просто потому Что человеку Что-то не понравилось Вот отчасти Я за это Искренне ненавижу Твиттер Из-за того Что это реально Помойка В которой люди Просто Изрыгают Всю свою желчь Буквально Готовую затравить Человека Просто из-за того Что Оказывается У людей Есть разные мнения Да Люди бывают Разными Охереть Мы не один Коллективный разум Как Борги И Стартрека Нет Вот реально Такие вот поступки Когда та же Джоан Роллин Да Она может быть И сказала что-то не то Хотя Это опять же Субъективная вещь Максимальная Но чёрт подери Желать человеку смерти Просто из-за его взглядов Это Жуть Шиперов или шип Или ненавидите Это не повод Нарушать закон Пожалуйста Будьте аккуратны С подарками от незнакомцев Особенно если вы Какой-либо контент-мейкер Не принимайте Что попало От кого попало Если не хотите Попасть Проверяйте всё Ну и параноид Тоже не надо Просто будьте Аккуратней Сказал я Разломаю печеньку Дабы проверить Что там ничего нет И в прошлый раз Я этого не говорил Но сейчас скажу Фандом Это не обязательно Что-то плохое И уж тем более Это не является минусом Какого-либо произведения Неважно Игра это Или мультик И этого на самом деле Сейчас мало Кто понимает Глупо судить Что-то по аудитории Так как в большинстве Случаев Это нечто Неконтролируемое И как мы знаем Пределов Человеческому идиотизму Не существует А среди фанатов Undertale Есть и множество Просто безумно Охрененных авторов Которые пишут Отличные ремиксы И каверы Рисуют превосходные арты Делают огромное количество Фан-игр Просто адское Вы видели Сколько летсплеев По фан-играм У Дантекрис И даже иногда Создают Целые мультсериалы Дантекрис Конечно Мое почтение Реальное Вот она сейчас Конечно Реакция перешла вроде бы Но блин Какие же она Делала Реально классные Веселые прохождения Прям мое почтение Дропнул Глич Тейл Но когда-нибудь досмотрю Просто будьте терпимее Друг к другу И не навязывайте Людям своего мнения Ведь для того Чтобы быть адекватным фанатом Достаточно не делать ничего А просто наслаждаться игрой Кстати Все кто проходил геноцид Будут гореть в аду Мне так на одном Христианском форуме Рассказывали Ну а я Когда-нибудь Все же запилю Большой видос Про эту замечательную игру Где мы поподробнее погрузимся В хорошую сторону фандома А вы тем временем Можете оставить комментарий о том Какой еще фандом мне разобрать Ну а так Подписывайтесь на канал И ставьте лайки И на стримы заглядывайте Пока Блин Очень красивый арт Спасибо за пугалочку Я чуть штаны не наделал Но серьезно Ролик информативный Приятный Как всегда Разбор фантома И конечно же Я думаю Хоть здесь Хоть здесь Не будет истории Про чокнутых фанатов Которые попытаются Кого-то довести До ручки Или до чё-то подобного Нет Даже в Андертейле В чёртом Андертейле Но Реально Ещё раз Вандернову спасибо Я же наверное пойду Просто отойду Выпью чайку И просто снова Поофигеваю С того факта Какие же некоторые фанаты Могут быть Шизанут Ну а что бы то ни доходило До паранойи Надеюсь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин